Мы слышали сегодняшнее евангельское чтение, Евангелие от Матфея, 22 глава, притча о злых виноградарях. И вот святитель Иоанн Златоустый говорит нам так. Настоящую притчу Христос научает многому, что Бог с давних времен промышлял об иудеях, что они с самого начала склонны были к убийству, что приняты были всевозможные меры для их исправления, что даже по избилению ими пророков Бог не отвратился от них, но еще послал к ним Сына, что один и тот же есть Бог Нового и Ветхого Завета, что через смерть Христову совершено великое дело, что иудеи за крест Христов и за злодеяние свое понесут крайнее наказание, что будут призваны язычники, иудеи же отвержены. Когда я учился в семинарии, то на одной из лекций Алексей Ильич Осипов говорил так, что почему именно в это время пришел Христос? Да потому что, говорит, что вот приводит такой пример, что когда я, допустим, поранил, порезал палец, мы не бежим к хирургу или какому-то врачу, сами там замазали чем-то, завязали, да и дальше идем. Ну что-то еще незначительно, опять помажем чем-то там, репей привяжем, вот, а у нас самое лекарство сейчас там, что ушиб где-то, скорее, где-то от ребенка там намочить тряпочку, мочу и прикладывать. Но когда серьезно что-то случилось, когда инфаркт или что, здесь мы уже, даже не сами, а нас уже везут в больницу, да, в реанимацию и дальше уже все идет, то есть более специалисту по этому, вот. Когда, говорит, Господь посылал много раз пророков к народу израильскому, чтобы приготовить их, исполнить достойно то, что Бог им предназначил, чтобы встретить Мессию Христа, но они не слушали пророков. Одних побивали, других избывали. И до того, говорит, дошло уже, что никакой пророк не мог исцелить народ. Тогда Господь послал уже сына своего единородного Христа. Что никто уже здесь сам примочки никакие не привел, уже просто бабушка какая-то не поможет, когда что-то сильно болит. Вот. А послал тогда, говорит, сына своего единородного, когда уже дали нельзя было. Мы видим, сколько пророков избили. Последний избитый пророк Захария. Захария – это отец Иоанна Претечи. Притчу эту Христос предлагает после предыдущей для того, чтобы тем показать всю тяжесть и совершенную непростительную греха их. Как же и чем именно? Тем, что иудеи при всем об них попечении дали блудницам и мытарям опередить себя, и при том так много. То есть книжники и фарисеи, которые знали закон, которые книги, говорится, держали в руках, учили народ и не могли распознать время пришествия Христа. Это бывает и сегодня так же. Держат люди и Библию в руках, но не могут распознать истины. Где же есть церковь Христова? Взяли себе, новое организовали, два села. И мы, говорят, мы церковь. Даже один. А я сам по себе. Вот у меня церковь. Держат Библию в руках, но не могут распознать. Почему? Потому что нет благодати Духа Святаго на них. Смотрите, когда пророк Давид согрешил, так как он молится в молитве? Господи, не отвергни меня от лица Твоего. И Духа Твоего Святаго нет и не от меня. Потому что, когда покидает Дух Святой, то тогда вводится человек другим Духом. Дух Святой не может человека привести в заблуждение. Знаете, никак не может. Дух Святой будет вести только к истине. Правде. А если человек уходит в какую-то... То это ясно не Дух Божий ведет его. И далее. Рассуди же, как велико было Божие попечение о них, и как непомерна их беспечность. Он сам сделал все, что надлежало делать земледельцам. Обнес ограды. Ограда – это закон, заповеди Божии. Оградил заповеди. Вот это нельзя делать. Погибешь, этого нельзя, это. Десять заповедей дал. То есть, крепкую ограду поставил. Насадил виноградник. Еще пророков посылал, которые учили народ, как поступать. Что можно делать, а что нельзя. И все прочее. А им оставил немногое заботиться о том, что уже есть. И сберегать порученное. Ничто не было бы забыто. Все приготовлено. Но и при всем том, они ничем не воспользовались. Хотя многое и в большей мере получили от Бога. Так, когда иудеи вышли из Египта, Бог дал им закон, дал им город, устроил жертвенник, и храм воздвигнул. То есть, точила. Точила, это где, когда виноград, то там делается так, что где выжимает виноград. Сок на вино, когда добывает. Это точила. И отыди, то есть, долго терпел, не всегда наказывал, тотчас по преступлению. После своих, послал слух своих, то есть, пророков, взять свои плоды, то есть, повиновение, доказываемое делами. Не просто говорить, что, а я христианин, только и все, а я православный. А когда рассмотришь, что не православный получается, а кривославный. Совсем ничего православного. Православный, то есть, правильно славить Бога в истине и духе, славить Бога. Вот это православие. А когда человек так, то это не православие. Когда делами не подверждается вера, то это никакого православия нет. Мы вчера были с Сергием в храме, в одном на Ленинском проспекте, там храм есть небольшой, и батюшка проводил беседу, готовящаяся к окрещению. На улице сидит так, хорошо он беседу проводил, и он говорит, что у нас, говорит, крещеных православие в православии 60 с лишним процентов, которые крещеные в православии. Но а где же они, говорит, а нет никого? Нет никого. То есть, люди пришли с обманом к вере, только покрестились, а дел никаких не видать, нету дел. Это не православное. И он говорит, это обман. Лучше бы они не приходили, говорит, и он им говорит, если вы не думаете дальше жить, как дозов Христиан, то не надо вам креститься. Не надо. Потому что это будет обман. Приводят пример, когда мы что-то сделаем, и сделаем обман, то как это? И совесть мучает, и от людей ты получаешь презрение за это. А здесь-то мы, говорит, тогда Бога обманываем. Мы, говорит, в трещении отрекаемся от сатаны, соединяемся со Христом. А если ты, говорит, приходишь, а не отрекся ни от сатаны, со Христом не соединился, то это все была ложь. Это тебе нисколько не поможет. Поэтому лучше, говорит, не надо приступать. Нет, не подумайте, что я вас от крещения отвергаю. Нет. Нет. Но только, чтобы вы с верой твердой приходили к этому, и потом жили по-христиански. Вот что. Но они в этом случае показали свою злобу. Не только после таких попечений они их не дали плода, что обнаруживало их бездеятельность, но даже вознегодовали на пришедших. Мы часто негодуем, когда нас обличают. Говорят, а что же ты, батюшка, поступаешь так? Или ты христианин, принял крещение, а живешь ты не так? Он неверующий, и то честнее поступает, чем ты. Мы негодуем, да кто ты такой, меня еще будешь учить, да обличать? Да я вон такой, имею там и высшее образование, и прочее. Это ничего не значит. Пред Богом это ничего не значит. Бог смотрит не на то, сколько мы имеем знаний, или имеем богатство какое-то. Бог смотрит на что? На сокрушенного и чистого сердцем. Вот это ценно пред Богом. Сокрушение сердечное. Если нечего было отдать, хотя бы были к тому обязаны, то им надлежало не досадовать и не негодовать, а умолять. Мы не сделали ничего доброго, допустим. Мы их причастлив. Господи, я не достоин принимать эту тайну. Но Господи, я прошу тебя, прости меня. Я на милость твою человека, любую твою только, Господи, надеюсь. Вот должны были так мы всегда поступать, а не так, говорится, не высоко поднявший нос, говорит, да я, я не такой, как вот они, я лучше всех, я знаю, я вот свечки в церковь поставил, там и прочее. Если нечто было отдать, то хотя бы обязаны не досадовать и негодовать, а умолять. Они же не только вознегодовали, но еще обогрили руки своей кровью и сами заслуживали казни, предали казни посланных. Поэтому Бог послал и другой, и в третий раз, чтобы обнаружились их злоба и человек, любя пославшего. видишь ли, Христос предсказывает о самом месте и где будет убит, вывели, говорит, его за ограду виноградника, то есть вывели его из Иерусалима и выведя его вон из виноградника, по свидетельству евангелиста Луки, Христос сам объявил, что належало им за это претерпеть, а они сказали, да не будет, то есть кровь будет на нас и на детях наших. И видим, как это исполнится. Сегодня спроси любого еврея, за что же так Бог вас наказал, что две тысячи лет вы были рассеяны по всему миру и своего государства, не имели. Ни одного народа такого нет. Все были рассеяны по всему миру и не имели государства. Только в 48 году организовалось израильское государство. Представьте, сколько было. И то по настоянию Советского Союза. Советский Союз помог Израилю организовать. Да не будет, но он привел свидетельства. Взглянув, говорит на них, сказал, что значит сие написанное камень, который отвергил строителей, тот самый сделался головой угла. Всякий, кто упадет на него, разобьется. Матфей же говорит, что иудеи сами произнесли приговор, но в этом нет противоречия и то, и другое было. Они произнесли на себя этот приговор, а потом, он, разумея, смысл притчей сказали, да не будет. И он возразил им словами пророка, уверяя, что это непременно сбудется. Впрочем, и в этом случае не указал им прямо на язычников, чтобы не раздражить их против себя, но намекнул, только сказав, отдастся виноградник другим. То есть, ты не принял, как это, а в народе бывает, как говорится, место свято, пусто, не бывает. Ты освободил это место, Господь на это место другого поставит на твое место, уже будет стоять. Оно пусто не будет. Без сомнения, он и притчу сказал для того, чтобы иудеи сами произнесли приговор. Все случилось и с Давидом, когда он произнес осуждение себе, урожемев притчу Нафана. Суди же поэтому, как справедлив привор, когда подвергаемые наказанию сами себя обвиняют. Потом же того, чтобы они видели, что не только самая справедливость требует этого, но что давно уже предрекла эта благодать. Святаго Духа и Бог так определил. Христос привозит пророчества и обречает и говоря, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отверг строителей, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Он всячески уверяет иудеев, что они, как неверующие, будут изгнаны, а язычники приняты. Это дал он разуметь и обращением с канониянка и избранием осла при входе в Иерусалим и примером сотника и многими притчами. На это же указывает теперь и теперь. Поэтому он и превысокупил. Это от Господа есть дивно в очах наших. Давайте им знать, что верующие язычники и те, которые самих иудеев уверуют, составят одно. несмотря на все их прежнее между собой различие. Аминь. Аминь.